Нам вчера рассказали, что здесь в школе с третьего, с пятого класса преподают стори-тейлинг. И здесь реальные ученики начальных классов уже умеют делать презентации. Врали или нет? Вот это как раз правда. И на самом деле это ещё одно большое отличие, которое нашим ребятам очень не хватает. В принципе, чтобы быть успешными в таких глобальных местах, это умение эффективно коммуницировать. То есть в России, я по себе знаю, просто коммуникация гораздо более прямая, и воспринимается здесь как такая жёсткая, грубая. То есть люди не пытаются обтекать углы, не пытаются формулировать аккуратненько вещи. Они такие там… И очень часто их просто не слышат. Просто потому что «воу». Детей здесь… Почему я долго рылся, почему же так? Потому что на самом деле нас этому не учат. Нас в принципе в школе не учат презентовать себя, доносить идею эффективно, спорить аргументированно, но не грубо. Этому не учат. То есть ты очень хорошо умеешь разбираться во дворе с хулиганами. Ты знаешь, как отвечать на вопрос, типа «ты кто?», а вот как пичнуть какую-нибудь идею стартапа тебя не учат. Да, у меня вот история, это отличный пример. Я был очень удивлён. У меня дочка здесь учится с детства. И ей было, наверное, 8 лет. Или 9. 8. Короче, она приходит из школы домой. Я понятия не имел, что она умеет даже на компьютере что-то делать. Она приходит из школы домой, говорит, «Слушайте, родители, мне надо компьютер к экрану подключить, у меня презентация». Такие, чего? Какая презентация? Она подключает компьютер, слайды. У неё идеально структурированная, очень так, явно по технологии, выверенный пич на тему «нам нужна кошка». И она начинает, типа, «Нам нужна кошка, вот такие-то проблемы». Ночью мне очень холодно и одиноко спать, и поэтому я просыпаюсь невыспатая и плохо учусь. «Нам нужна кошка, потому что если у нас будет кошка, я научусь ответственности и заботе о маленьком существе». Ду-ду-ду-ду-ду. Короче говоря, она за 5 минут пичнула мне кошку, я вообще был жутко против животных. Как коварно. И теперь у меня есть кошка. Ха-ха-ха.